Привет! С вами Дмитрий Афанасьев. В этом видео мы рассмотрим функции работы с массивами. Первая функция forEach. Перебор элементов массива. В прошлом видео мы с вами перебирали массив с помощью конструкции for. Таким образом можно перебирать, но с помощью forEach это делается гораздо удобнее. Давайте инициализируем массив, с которым мы будем работать и путем перебора элементов массива выведем их на экран. Для этого будем использовать функцию forEach. Конструкция forEach записывается следующим образом. Ключевое слово forEach далее в скобочках пишем переменную массива, в данном случае fruits, ключевое слово as и переменную value. Далее открывается блок, в котором будет происходить цикл. ForEach работает следующим образом. На каждом шаге итерации в переменную value присваивается один элемент массива из переменной fruits по порядку. То есть на первом шаге это будет банан, на втором шаге яблоко и на третьем шаге груша. И далее с помощью конструкции echo мы переменную value будем выводить на экран. Сохраняем проект и переходим в браузер. В строке адреса вводим имя нашего сайта, сайт .local и имя файла, которое мы создали. Я его назвал array-functions.php и нажимаем enter. Вот видим результат. Два заголовка и работа конструкции forEach. А именно перебор массива. То есть поочередно нам вывел каждый элемент массива. Банан, яблоко, груша. Возвращаемся в netbeams. Далее рассмотрим еще один вариант использования функции forEach. В данном примере на каждом шаге итерации из массива fruits выбирается один его элемент. И ключ этого элемента помещается в переменную key, а значение помещается в переменную value. То есть мы можем далее в коде оперировать и значением ключа, и значением элемента массива. В данном случае мы выведем на экран массив fruits. Поочередно будем выводить ключ и значение. Далее перенос строки. Сохраняем проект и переходим в браузер. Обновляем страницу. Вот видим результат. Ключ равен нулю, и значение равно банан. И так далее. Возвращаемся в netbeams. Следующая функция, которую мы рассмотрим, функция count. Количество элементов массива. Записывается следующим образом. Count в скобочках переменная массива. И результат работы этой функции будет количество элементов в данном массиве. Сохраняем проект, переходим в браузер, смотрим результат. Обновляем страницу. В массиве fruits у нас три элемента. Для многомерных массивов в данном виде функция у нас не работает. Давайте попробуем посчитать количество элементов для многомерного массива. Инициализируем массив food по аналогии с прошлым уроком. И вызовем функцию count следующим образом. Первым параметром мы передаем саму переменную массива. И далее через запятую второй параметр единица. Единица нам говорит о том, что функция count должна считать рекурсивно все элементы массива. Сохраняем проект, переходим в браузер, смотрим. Обновляем страницу. Результат 12. Почему у нас вывел 12? Хотя фактически у нас 9 значений. Если мы запишем функцию count без второго параметра. Сохраняемся, переходим в браузер, обновляем страницу. Он нам показывает 3. То есть количество строк у нас 3 строки. И количество значений у нас 9. Вот он и сложил 9 плюс 3 и получил 12. Не совсем логично, но вот так вот она работает. Следующая функция. Функция inArray. Проверяет присутствует ли в массиве значение. То есть у нас есть определенный массив заданный. И мы хотим проверить, есть ли в этом массиве какое-то значение. Делается это следующим образом. Запишем конструкцию if. В скобочках запишем нашу новую функцию inArray. Первым параметром мы передадим то значение, которое мы ищем в массиве. И вторым параметром сам массив. В данном случае функция проверит, есть ли значение яблока в массиве фрукты. Если оно есть, то, соответственно, выполнится следующий код. Выведется на экран значение яблока, есть в массиве фрукты. Запишем еще один пример. Будем искать в данном массиве значение тыква. И в случае, если не найдется, тогда выводим на экран значение тыква, отсутствует в массиве фрукты. То есть в данном случае функция inArray возвращает нам false. И у нас стоит отрицание. Отрицание false дает нам true. То есть в конструкции if в скобочках мы получаем true. Соответственно, следующий код у нас выполняется. Сохраняем проект, переходим в браузер и смотрим результат. Обновляем страницу. Вот у нас вывелось. Значение яблока нашлось в массиве. И значение тыква не нашлось в массиве. Следующая функция работы с массивами. Функция sort. Сортирует массив. Перед тем, как ее использовать, сделаем дубликат массива. Создадим переменную allData и присвоим весь массив в эту переменную. Это нам нужно для того, что после изменения массива в фрукты мы его возвращали в исходное состояние. С помощью функции printer выведем первоначальное значение нашего массива. Далее вызываем функцию sort. Параметром передаем наш массив. Функция нам не возвращает измененный массив. Она сама, вот этот массив, который мы передаем, его и меняет. То есть в результате фрукты у нас будет изменен. Далее мы пишем tag.br и выводим уже отсортированный массив фрукты. Сохраняем проект, переходим в браузер, смотрим. Обновляем страницу. Что мы получили? Первая строка, которая вывелась, это первоначальное значение нашего массива. Нулевой элемент банан, первый элемент яблоко, второй элемент груши. И второй, вторая строка, это отсортированный массив. Результат выполнения функции sort. Нулевой элемент, так и остается банан. Первый элемент становится груша. И второй элемент становится яблоко. То есть отсортировалось у нас по алфавиту. Ключи остались без изменения. То есть 0, он был первый. Единица была второй. И второй элемент был третьим. То есть отсортировались только значения. Ключи как в каком положении, в каком месте находились, так они там и остаются. Следующая функция R-sort. Функция R-sort сортирует массив в обратном порядке, сохраняя ключи. То есть сортировка произойдет по значению. Отсортируется все в обратном порядке. И ключи тоже будут идти вместе со своими значениями. Перед тем, как выполнить данную функцию, массиву fruits присвоим его первоначальное значение, которое мы сохранили в oldData. Выведем значение массива первоначального на экран. Далее произведем сортировку с помощью функции R-sort. Она тоже нам возвращает либо успех, либо false, либо true. И сам массив после выполнения данной функции будет изменен. Далее ставим тег BR и выводим уже отсортированный массив. Сохраняем проект, переходим в браузер, смотрим. Обновляем страницу. Давайте разберем, что у нас получилось. Первая строка, наш первоначальный массив. Нулевой элемент банан, первый элемент яблок, а второй элемент груши. Следующая строка, результат сортировки. В обратном порядке, сохраняя ключи. В обратном порядке по значению. То есть первым у нас идет яблоко. Ключ у нас остался такой же, какой и был. Единичка. Далее груша, ключ тоже сохранился. Два. И банан тоже, соответственно, сохранил свой ключ. Ноль. Следующая функция, а-сорт. Сортирует массив, сохраняя ключи. Возвращаем переменные в фрукс, ее первоначальное значение. Далее выводим это значение на экран. Производим сортировку, сохраняя ключи. И выводим уже отсортированный массив. Сохраняемся, переходим в браузер. Обновляем страницу, смотрим результат. Как мы видим, в результате массив отсортировался по алфавиту. И ключи, принадлежащие значения, сохранились. Следующая функция, arrayUnique. Убирает повторяющиеся значения из массива. Возвращаем первоначальное значение массива фрукс. И добавляем в него еще один банан. Итого у нас у фрукта два банана. В массиве фрукта два банана. Выводим значение массива на экран с помощью функции printR. И далее выполняем функцию arrayUnique. Переменной фрукс мы присваиваем результат выполнения функции arrayUnique, которую мы передаем параметрам фрукс. Далее tagBR и выводим результат на экран. Сохраняемся, смотрим. Обновляем страницу. Смотрим результат. Вывелся наш первоначальный массив. И четвертым элементом его является банан. То есть у нас нулевой элемент банан и четвертый элемент банан. И после выполнения функции arrayUnique последний банан у нас удалился. Далее функция implot. Функция implot объединяет элементы массива в строку. То есть в результате выполнения данной функции все значения массива фрукты станут одной строкой. Как она работает? Заведем переменную strValue и присвоим ей результат выполнения функции implot. Первым параметром мы передаем разделитель. Можем передать пустую строку. В данном случае я передаю запятую и пробел. И вторым параметром сам массив. То есть выведется значение массива, потом разделитель. И еще одно значение массива. И так далее, пока весь массив не станет строкой. И далее вводим значение переменной strValue. Сохраняемся. Переходим в браузер. Обновляем страницу. Вывелось у нас значение массива. То есть строка вывелось, которая равна банан, яблоко, груша. Все это через запятую и пробел. Следующая функция explot разбивает строку на подстройки. То есть это функция противоположность функции implot. То есть мы имеем определенную строку, в которой у нас какие-то есть значения. И есть какой-то разделитель между этими значениями. И мы превращаем эту строку в массив. Заводим переменную strArray и присваиваем ей результат выполнения функции explot. Первым параметром мы передаем разделитель. То есть у нас разделителем является запятая и пробел. И второй параметр – массив, который нужно обработать. Далее распечатываем массив strArray. Сохраняемся, переходим в браузер. И обновляем страницу. То есть была у нас строка, вот такая. И мы ее сделали массивом. Далее функция unset. Удаление элемента массива. Записываем unset и передаем ей элемент массива. strArray и в квадратных скобках единицы. Единица – это у нас банан. Далее выводим strArray. Сохраняемся, переходим в браузер. Обновляем страницу. Вывелся у нас массив, в котором яблоко с ключом единица было удалено. Функций работы с массивами в PHP очень много. И в этом уроке мы рассмотрели 10 наиболее часто используемых функций. Всем спасибо за внимание. С вами был Дмитрий Афанасьев. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok